В Челябинске, а это значит в рубрике у наших южных соседей, посредь бела дня, на улице Блюхера, там где она является неотъемлемой частью федеральной трассы М5 Урал, возле перекрестка с улицами Салтыкова и Варровского, черная Toyota Camry, пилотируемая 26-летней гонщицей с 7-летней девочкой на борту, залетела в киоскообразный магазинчик Дубки на Блюхера 45-1, торговавшей мясами и прочими колбасами, как указано на вывеске от производителя. Можно было бы предположить, что Camry водка вся такая себя верующая, молящаяся, постящаяся, и типа она сочла невозможным дальнейшее существование в Великий пост ларька, отравляющего крещеную Русь-матушку мясом мертвых животных. Реальность оказалась очень сильно далека от духовности, хотя и рушить чужое имущество с мясом в пост это так себе духовность. Все оказалось проще. 26-летняя родительница-водительница с 3-летним пилотским стажем и 7-летней девочкой в салоне оказалась патентованной гонщицей. По данным Челябинской госавтоинспекции, за крайний год ее 10 раз штрафовали за скорость, но, видимо, это не охладило ее гоночный пыл, и по Блюхера, читая по М5 Урал, она двигалась на Camry довольно бодро. Завидев хвост, стоящий на светофоре на поворот, она пошла на обгон справа, но в это же самое время, видимо, не посмотрев в правое боковое светмо-зеркальце заднего вида, такой же маневр затеял и рулевой автобуса породы Пазик. Увидев подрезавший ее общественный транспорт, Camry-водка резко рванула баранку, ушла правее правого и епошку замотала по косинусоиде. Ну и в итоге выбросила на тротуар. Где капец как повезло пешеходу? Вот если бы Camry выскочила с трассы хоть на метр раньше, то был бы минус пешеход. Ну а так пешик уцелел, а неуправляемая Toyota заехала ровно в мясную лавку из стекла и алюминия, прошила ее насквозь, выдавив носом заднюю стенку. Поскольку все это случилось посредь рабочего дня, постольку в недрах ларька находилась мясоторговка и Camry влетела в нее. Можно только представить ужас торговой женщины. Сидишь-сидишь, такая никого не трогаешь, и вдруг в торжище залетает машина и прямо в тебя. Ну и продавщица, надо сказать, люто проперла. Не так, конечно, как невредимому пешеходу. Однако, несмотря на сломанную ногу и порезанную шею, она, по словам очевидцев, сумела самостоятельно выбраться из-под завалов. Ну, естественно, на карете живая отъехала в лечебницу. В запарковавшийся в ларек епошки никто не пострадал. Ни виновница гонщица, ни семилетняя девчушка. Зато какое приключение для ребенка. Не каждый день, да и не каждый год вот так вот съездишь за колбаской. Что касается Camry-водки, разрушившей торговую точку, то ей гаишники нарисовали две административки. 12.33 КОАП – это повреждение дорог, железнодорожных переездов или, внимание, других дорожных сооружений. Это штраф до 10 тысяч рублей. И 12.37 – это несоблюдение требований об ОСАГО. Это еще пятикатка штрафа. Ну, а в целом, в этот раз Хомо Сапиенсам повезло. Могло было быть гораздо страшнее. Но нет, пока что Хэппи Энд Арфин.